знаете вот время три часа ночи я сидел сейчас и смотрел на то как загружается новое обновление в доте и даже не знал что чувствовать и сидел думал смотрел смотрел и понял что я даже не разочарован я не злюсь мне не хочется кричать или экспрессивно махать руками вокруг я понял что мне все равно даже в те годы в которые я не играл в доту месяцами я заходил и устанавливал новое обновление когда выходил компендиум и каждый раз это чувствовалось как рождество как новый год как праздник и я смотрел на все эти испытания да они были одни и те же да шмотки да надо донатить бабки но все равно я чувствовал что-то я чувствовал какое-то восхищение возбуждение и вспомните 2013 год когда валв придумали компендиум придумали батл пасс по сути после чего все игровые компании просто знаете что вы ничего все равно не увидите в этом батл пассе тупом и будете на фоне просто смотреть вот это чтобы это хоть как-то вас развлекало да вот собственно контента нет так вот валв 10 лет назад придумали батл пассы и их все украли потому что идея была просто отличная и валв всегда славились тем что придумывают что-то что потом все растаскивают по своим играм и когда в этом году они объявили что мы убираем компендиум и придумаем что-то новое мы убираем батл пасс и придумаем что-то новое этим чем-то новым оказался оказалась ухудшенная версия батл пасса компендиума блять 2013 года стоит ли вам устанавливать доту если она у вас удалена ради этого нет нет нового я даже не хочу делать обзор я не хочу смотреть что там это просто какая-то чушь какой-то профиль блять для кого это что это за говно дайте мне шмотки дайте мне ивент ни одного тематического сундука они уже даже сами перестали делать шмотки все делают за них игроки им даже лень зайти в свою собственную мастерскую набрать оттуда вещей запихнуть их блять в сундук люди делают кастомки сотнями бесплатно и они даже кастомку за год не могут сделать и у меня было для них оправдание знаете у меня было для них оправдание это кс-2 я думал у кс-2 до столько сил в это же время когда все мы ждали батл пасс игроки в доту все игроки в кс ждали кс-2 я тоже ждал кс-2 потому что в последнее время стал поигрывать в доту если честно не заходил уже недели три так вот они в кс и обосрались вышла сырая версия кто знает нету ни военных игр там не перелетных игр нету половины фич не было никакой новой операции не нового сундука ничего просто как была бета кс-2 ее просто выпустили в релиз причем убрали кс-го и обломали людей в итоге они ничего не сделали для кс-2 и ничего не сделали для доты нет никаких новостей по неон прайму и чем они там занимаются я просто не могу понять если честно у меня нет эмоций я не кричу под не потому что поздно или кто-то спит вокруг меня потому что ну мне просто нечего сказать я просто в ахуе у меня нет никакого чувства праздника у меня нет никакого чувства и желания смотреть этот интернешнл может быть для про игроков что-то там и кто вот так вот сидит и прям активно смотрит про доту да им это весело там кита карточки блять как раньше журналы мы покупали они кстати еще за это деньги просят вот за это что это капсулы блять с какими-то наклейками какая-то блять фразы в чат это все дерьмо ненужное они еще за это просят деньги чтобы мы это покупали это не бесплатное обновление это понимаете дота прежде всего игра и мы любим ее и мы любим ее да мы любим играть в нее но не все сидят и хуярят в доту 24 на 7 ранкет людям нравятся ивенты людям нравятся кастомки людям нравится открывать сундуки и шмотки на своих любимых героев последняя аркана вышла год назад последний герой вышел в марте и того у нас за год не героя не арканы ничего они высрали этот коллектор с кэш опять же все сеты были собраны комьюнити я не знаю я хотел сделать обзор я сидел и ждал и думал работягам чисто подвести кайфовый контентик под утро но оказалось что нечего подвозить даже блять не стоит эту игру обновлять понимаете и что у нас теперь интернешнл будет хуже чем прошедшие ряд мастерс а так и будет потому что там видимо люди арабы заботятся о доте больше чем валв чья это игра интернешнл опять в америке билеты стоят дохуя туда никто из европы не попадет не знаю что вообще у валв валв устраивает нам какие-то эмоциональные качели они обсираются с прошлым компендиумом наделают говно шмоток поняли что обосрались начали раздавать бесплатные арканы вместо того чтобы исправить свои ошибки направить больше ресурсов на того чтобы сделать новые шмотки новые арканы порадовать игроков сделать качественный контент как предыдущий интернешнл десятый где были действительно достойные сеты арканы все было наши любимые катакомбы и все и прочее прочее вместо того чтобы сделать еще больше сделать новый ивент приучен перерученный к интернешнл который будет нас плавно подводить главному событию года нет они отложили этот компендиум еще на дальше чем в прошлом году и выкатили настолько мало контента что я и ты вот мы с тобой вдвоем могли бы сделать больше блять с помощью нейросетей каких-то и спрашивая учат от gpk как это нам все заходить в доту 2 в общем это полное разочарование дерьмище и я не знаю они в итоге из cs2 обосрались из доты обосрались обычно здесь веселый такой привет контент но нет парни не в этот раз это полная это полная залупа так что оставляю вас вот с этим на размышления пишите что думаете этом высере просто невероятным будете ли вы смотреть интернешнл как много планируете играть в доту до конца года они нам что-то там пообещали какие-то арканы героев еще что-то но после интернешнл а после интернешнл а это как бараки с 2014 или 2015 компендиума выйдет никогда чем мы получим под конец года одну аркану и одного героя в следующем году и анонс не он прайма во время интернешнл а спасибо спасибо я поел говна блять всех благодарю подписывайтесь на канал блять любите эту игру я не знаю сейчас я ее не могу любить это очень сложно я понимаю что это сложно блять ну да пишите мне в комментарии что думаете по этому поводу и блять все